Привет! Фраза «Ты моя прелесть» полностью меняется, если в это время вы вручаете такую открытку с изображением романтического голума, который поедает конфеты. Праздник всех влюбленных – это одна из самых любимых дат для маркетологов, ведь в этот период можно неплохо так пофантазировать, чтобы заставить нас купить какой-нибудь товар, который с первого взгляда вроде бы даже и не связан с торжественной датой. Сложно найти человека, который бы ненавидел пиццу, так что секрет запоминающейся валентинки можно связать с этим блюдом, приготовив или заказав пиццу в форме сердца. Идеальная валентинка, по мнению Фактории. В наше время одними цветами уже не обойтись. Чтобы розы сработали гораздо эффектнее, их лучше вручать вместе с шаурмой, ведь не только путь к мужскому сердцу лежит через желудок. Студенческие годы для большинства людей являются самыми романтичными. Хоть денег в этот период жизни не так уж и много, но это не должно мешать проведению ужина при свечах. Перед вами снэк из вяленой говядины, предназначенный для брутального мужчины. Фраза на упаковке переводится как «накорми свою дикую половинку». Уверен, что среди наших подписчиков найдется достаточно людей с таким же диким воображением. Так что присылайте фото своих оригинальных подарков по ссылкам в описании под видео. Моя девушка пожаловалась, что ей никогда не вручали на День Святого Валентина самый банальный подарок – плюшевого медведя. Решил, наконец, исправить данную несправедливость. У нас с парнем есть свои приколы в отношениях, поэтому он решил отказаться от традиционного букета на День Святого Валентина и подарил мне букет салата. Бесплатные розы. Возьми одну, чтобы удивить свою даму. Ей не надо знать, где ты их взял. Настоящее спасение для всех парней. Находились цветы в мужском туалете одного ресторана. Но не только девушки будут рады очередному букету. Парням это тоже должно поднять настроение. Особенно, когда букет состоит из чего-нибудь мясного. Я влюбился в девушку, которая даже не смотрела в мою сторону, какие бы знаки внимания я ей не оказывал. В этот праздник я нарядился в самурае любви, пришел к ее дому и начал молиться Амуру. Сначала она была шокирована, но потом тут же пригласила меня на свидание. День с Валентина. Пункт приема бывших вещей бывших. Кто-то смекнул, что после расставания многие вещи незаслуженно летят в мусор. И решил организовать сбор таких предметов. Все мы знаем, что самый худший подарок для девушки – это какая-нибудь кастрюля или сковородка. Но один парень решил рискнуть своей жизнью, потому что случайно наткнулся на кастрюлю в форме сердца. После такого подарка, скорее всего, его вещи окажутся в контейнере с предыдущего снимка. Если вы не знали, то 14 февраля отмечается не только праздник влюбленных, но еще и День компьютерщика. Поэтому в одном из магазинов решили всех переиграть. Что делают в День Святого Валентина те, у кого нет пары? Скорее всего, они проводят вечер в компании своего самого любимого существа – кота. Жаль только, что он подарок в ответ подготовить не может. Приведешь на День Святого Валентина свою девушку – скидка 10%. Приведешь жену – скидка 15%. Приведешь обеих одновременно – обслуживание бесплатное. Слишком заманчивое предложение. Идеальный романтический ужин, по мнению большинства, должен проходить в сопровождении свечей. Но иногда люди забывают о технике пожарной безопасности. Еще один букет, подготовленный мужчине. Трусы – универсальный подарок, которому мы будем рады в любой праздник. Так что пользуйтесь этим лайфхаком на здоровье. Подарил своей девушке целую коробку киндер-сюрпризов. Сначала она была в восторге и тут же начала вскрывать яйца, чтобы собрать игрушки. Но спустя какое-то время она меня возненавидела, потому что внутри постоянно попадались два одинаковых героя. А есть и те, кому даже никакого времени не нужно, чтобы отвергнуть подарок и отнести его на ближайшую мусорку. Хотелось бы узнать предысторию. Почему-то в моей голове всплывает образ влюбленного парня, который уже потратил деньги на букет для своей девушки, но в последний момент узнал о какой-то неприятной новости и цветы тут же полетели в мусорный бак. В следующий раз, когда вы облажаетесь с подарком, то просто вспомните моего отца. Он купил спаржу на день всех влюбленных для моей мамы, думая, что это нарциссы. Если у вас есть навыки в кондитерском ремесле, то вот вам еще одна идея. Приготовьте праздничный торт, но вместо классической фразы «Я тебя люблю» напишите на нем «Я тебя терплю». «Будешь моей Валентинкой?» Это был риторический вопрос. У тебя нет выбора. Мы женаты. С днем Святого Валентина! Даже после брака нельзя допускать, чтобы романтика исчезла. 14 февраля, как и 8 марта, в магазинах наступает настоящий ажиотаж, в частности с участием мужского населения. Большинство из них стоят перед витриной с открытками, примерно с такими лицами. Наш мир уже никогда не станет прежним, потому что воображение маркетологов перешло все границы какой-либо адекватности. Как вам такие дырявые сэндвичи с сердечком? Все эти праздники, конечно, хорошо, но только до тех пор, пока ты не вырастаешь. И единственное, чем занята твоя голова, это работа. А тут еще и начальство, которое вроде как бы и поздравляет, но все равно напоминает про дедлайны. Еще один пример праздничного маркетинга. Один поцелуй, и вам вручают бесплатный ролл. Работало бы такое и в остальные дни, тогда бы наши люди были чуточку счастливее. Единственный, кто заслужил от меня валентинку, это мой четвероногий друг. Как вы видите, у нас идеальные отношения. Он не отказался от нее и с радостью принял мой подарок. Валентинка для бородатого брутала. К тому же она сделана своими руками, так что ее обладатель точно оставит ее на каком-нибудь видном месте, а не уберет подальше на следующий день. Мой муж обожает видеоигры, что в принципе свойственно многим мужчинам. Так что я решила на 14 февраля сделать ему подарок своими руками. Это была моя третья попытка что-нибудь вышить. Наша шаурма окутана любовью, потому что она завернута в лаваш. Кому нужны дорогие рестораны, если самые искренние чувства вы испытываете в заведениях подобного рода? Мы привыкли, что обычные открытки небольшого размера. Но пора забыть про этот стереотип, ведь он ограничивает нашу фантазию. Девушка подготовила гигантскую валентинку, заменяя некоторые слова в послании любимыми сладостями своего парня. Ваши айфоны никуда не годятся. Моя девушка подарила мне этот телефон со словами «Пусть наша любовь будет такой же крепкой, как старые неубиваемые гаджеты». Мягкие игрушки с фразой «Я тебя люблю» – это безусловно мило. Но ими уже никого не удивить. То ли дело игрушка со словами «Я тебя убью». От такого подарка получаешь смешанные эмоции. Все в курсе, что главное в подарке – не его цена, а задумка. Парень заказал для своей девушки особенный плед, на котором вышита их первая переписка. Мои родители женаты уже 26 лет, и за этот долгий период их чувства нисколько не угасли. На день святого Валентина отец пробрался с утра в офис к маме, чтобы украсить ее рабочее место. Все коллеги обзавидовались. Еще один плед, который парень вручил своей девушке. В этот раз он менее романтичный, но идея все равно неплохая. На нем изображена фотография этого самого парня, которую его дама ненавидит. Спотифай – одна из немногих компаний, которая умеет отлично вписываться в происходящее событие. На некоторых городских баннерах они разместили свою рекламу со словами «Дорогой человек, который слушал песню «Sorry» 42 раза в день святого Валентина, что ты натворил?» Мой муж сегодня весь день провел дома, пока я была на работе, чтобы успеть к моему приходу украсить нашу комнату стикерами в количестве аж 7 тысяч штук. На них написаны все наши совместные воспоминания. Службы доставки обладают удивительной способностью. Они умеют испортить любой подарок. В таком виде девушка получила свою клубнику в шоколаде. Кажется, коробкой по дороге играли в футбол. Мой папа использует одну и ту же открытку, чтобы поздравить маму на 14 февраля. Еще с тех дней, когда они оба учились в школе. Он просто наклеивает сверху новые поздравления. Каждый раз они все спорят, это лень или романтика. Но в этом случае ни о каких спорах не может идти и речи. Парня точно нужно отнести к числу людей, которые умеют подготавливать масштабные подарки. Папа пришел на работу к маме, чтобы поздравить ее со днем всех влюбленных в костюме для Хэллоуина. В этом нет никакой логики и потайного смысла. Так выглядит настоящая любовь. Моя девушка до смерти боится пауков. Именно поэтому я подготовил для нее особый сюрприз, засунув десятки игрушечных паучков внутрь большого шоколадного яйца. Реакция была даже лучше, чем я предполагал. Коты – настоящие эгоисты. И это не меняется ни в какой из праздников. Испортил праздничный букет, а затем лежал и даже на мгновение не испытал чувства стыда. Мой муж решил второй раз использовать шарики, которые нам подготавливали, когда мы узнавали пол будущего ребенка. Он просто заменил фразу «эта девочка» на «это день святого Валентина, девочка». Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо и до новых встреч на канале Фактория.